Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! И мы начинаем наше 15-е занятие Тора в Роте Торы на Подоле. И сегодня занятие очень необычное. Сегодня день вообще необычный, потому что вчера был Рошашана. То есть вчера и позавчера было два дня Рошашана, начало года, и сегодня день это третья Тишере. И сегодня был пост, вот сейчас заканчивается пост, я уже себе приготовил орешки, изюм, чтобы после поста кушать. И поэтому должно быть какое-то очень интересное занятие, интересный урок, потому что вот эти вот два дня Рошашана, они на небе происходят как бы перезагрузки. Сейчас начался новый цикл, то есть старый цикл закончился, и начался абсолютно у всего мира новый цикл. И кто-то может это ощущать, кто-то может это не ощущать, но цикл новый начался в любом случае, независимо от наших ощущений. И, ну так как я надеюсь, что Всевышний, Он услышал мои молитвы, а Он слышит молитвы, это известно всем. И надеюсь тогда, что сегодня у меня откроются какие-то новые вещи в тех же самых буквах, потому что на самом деле Тора, она просто способ через изучение каких-то слов прикоснуться к Всевышнему, к духовности, к самому высшему такому состоянию, на которое вообще человек может претендовать вообще как человек. Поэтому будем сейчас ждать. По-моему, один отключенный вопрос. То есть начался новый цикл изучения Торы, правильно? Нет, нет, нет. Цикл изучения Торы идет он чуть-чуть по другим календарям, Ну, по другим циклам, конечно. Недельные главы? Недельные главы, да, 54 недельные главы. И, ну, начинается он, сейчас вот Роша Шана, это начало целой серии праздника. Целой серии таких вот, ну, праздники, это условное слово праздники, целой серии знаковых событий. Сейчас было два дня, это была Роша Шана, это был суд. На небе был суд, и каждого просматривали на то, на каком он духовном уровне. Когда мы просим, запиши нас книгу жизни, это имеется в виду, книга жизни, это духовная жизнь. Или ты вообще живешь, или ты не живешь. Потом просят, чтобы записали разные книги, там, денег, того, сего. И тут интересный нюанс. То есть, то, что человек просит у Бога, является выражением его сути. То есть, сама молитва, сама просьба к Богу, она на самом деле, она выражает то, кем человек в данный момент является. Теперь, если человек пришел в синагогу, просит у Бога, чтобы сделать меня цадиком, там, праведником, открой мне истину. В этот момент он и является уже цадиком, потому что он сейчас этим выражает свое главное устремление. И Бог это как раз тоже учитывает, что человек просит. И тут интересно, я как раз, ну вот, на Роша Шана видел очень красивые, ну вот, про молитву, такие вот, вероятно, одного очень известного раввина. И он говорил, что, вот это как раз его была мысль, что человек, молитва человека, это проявление его сути, его сущности, его души, можно так сказать. И дальше было три совета, которые помогают, чтобы молитва была принята. Но я сейчас не скажу эти три совета. Есть три конкретных совета, как чтобы молитва была принята, потому что они относятся к Мишне Пертьевод. Мы будем учить Мишна Пертьевод, и там как раз будет это к месту. А сейчас мы давайте вернемся к тем дням, которые есть, раз мы уже в них находимся. Значит, два дня Роша Шана, это день суда. Потом идет 10 дней раскаяния. Сейчас мы с вами находимся в периоде, который называется 10 дней раскаяния, когда Бог специально установил 10 дней для того, чтобы человек мог обдумать свои мысли, обдумать свои поступки, обдумать свою жизнь и сделать выводы. Раскаяние, это значит, я раскаиваюсь о том, как я жил, что я делал. Я переживаю от этого, произношу каким-то образом вслух. Вот слово «ведуй» на иврите – это корень слова «исповедь». Откуда взялась «исповедь»? Это произнесение вслух, своего сожаления, своих предыдущих делах. И главное здесь принятие решения в будущем поступать по-другому. Вот в эти 10 дней – это время для обжалования, и на небе принимаются все вот эти вот раскаяния. Я, например, стал религиозным человеком именно в это время. То есть у меня как раз вот сегодня, когда я сделал обрезание, когда я пришел в синагогу первый раз, в это время обычно те, значит, евреи, у них есть обязанность. То есть уже так получилось, что когда-то Бог договорился с Авраамом, что его потомство, оно обязано служить Богу. Хочешь, не хочешь. И в это время начинается, как бы, как это называется, когда дезертиров от армии, их ловят. В это время начинается отлов дезертиров. Как это обычно происходит? Через неприятности. То есть неприятности, у человека неприятности, он в этот момент дыхт думает. Вот блин, ну что ж такое, что же такое. Наверное, что-то делаю не так. Наверное, любой человек задумывается в момент неприятности. И у Бога есть средство для дезертиров это делать им неприятности, чтобы они задумывались. Поэтому вот сейчас болезни, если кто, обратите внимание, много людей болеет, падает, теряет деньги, налоговая буйствует. Ну, то есть все сейчас одно к одному. Эти 10 дней раскаяния, время, когда можно осознать, вернуться к Богу, и все принимается. Потом на 10-й день называется день Йом-Типур. Йом-Типур, это, дословно, день искупления. Когда происходит заканчивание вот этого цикла, в это время написано «прощаются грехи». Но имеется в виду, кому прощаются? Те, которые осознали свои грехи, которые решили их исправить. И вот для них, того, что они решили это исправить и приняли для себя решение, при этом так не делать, Йом-Типур он как бы чик и очищает всю матрицу. И, значит, впереди чистая жизнь. После этого сразу начинается праздник, который называется Суккот. Суккот, это «Семь дней живите в шалашах». После Йом-Типура, ну не сразу, на четвертый день после Йом-Типура, заходят все в шалаши и семь дней живут в шалашах. Живут, празднуют, пьют, спят. Даже детям надо пить алкоголь, да? Да, и дядя... Его любимый был праздник. И когда живут в шалаше, смотрят на небо. То есть там должно быть сквозь ветки видно небо, чтобы осознать всю бренность существования этого мира, всю его переходящуюся незначительность. И на неделю вот так вот вздохнуть, спокойно посмотреть на небо, пожить в шалаше. Там очень много смыслов, которые можно в это время сделать. И дальше начинается новый уже цикл чтения Торы, работы. После весенних праздников уже начинается как бы новый финансовый год. Хорошо. Теперь, ну чтобы это знать, давайте сейчас вернемся к книге, которую мы изучаем, Дер-Хашем. Путь Бога. Как Он это сделал? Зачем Он это сделал? И мы дошли до того, как Он управляет человеком. То есть предыдущие были главы, вот в последний урок, что человек внутри, он находится под властью материальности, его животной части, вот именно тело, материальное тело, и оно сильнее, чем душа. В этом мире тело сильнее, чем душа. И оно все время, человека заглушает, давит, управляет, влечет. И задача это все-таки, услышав там свою душу, делать что-то для нее. Но мир для этого, вторая часть, тоже не приспособлен. Потому что, если мы посмотрим на окружающий мир, он тоже сугубо жестко материален. И, ну то есть, все живут вот таким вот, ну интересы только, значит, бабло, и что еще? Деньги, маны, и что еще там есть? Ну и прочие шахи. И прочие шахи. То есть, и человеку, про духовное, ему нету времени не думать, и как-то так, весь мир устроен так же. Теперь, дальше, вот к чему мы пришли. Значит, и вот, Бог, прямо если я дословно переводить, тоже интересно, и вот, Боре, это творец. Но само слово вот это вот, Боре, творец, это, есть три глагола, вы видите, которые обозначают создание, делание чего-то. Так вот, глагол Боре, это создание из ничего. То есть, Всевышний, он может создавать из ничего. И вот творец, который создает из ничего, ему не нужен материал, чтобы создавать, потому что он сам уже создал материал. И вот творец, благословенное его имя, он установил границы и порядок для человека в этом мире. И он установил, как человек может использовать этот мир и все его остальные предметы и создания. То есть, Бог, когда все это делал, как вот программисты создают программу, я когда-то общался с одним человеком, который делал игры. Ну, не то, чтобы он делал игры, он делал те игры, которые стоят там 50 миллионов долларов, инвестируют, то есть, лет тысячи программистов и пишут программы, когда там есть огромное количество этих геймеров, которые их вначале испытывают, тестируют. То есть, это целая такая, и вот они созданы, да, целая такая система. Но начинается все с того, что вначале кто-то это должен придумать, придумать сюжет, нарисовать, придумать правила, потом под это пишется... Реализация. Да, рисуется, потом пишутся программные коды, и дальше прописывается в этой игре на каждый предмет, ну, который мы видим на экране, прописывается там своя программа, чтобы когда, если ты к нему так подошел, так он там тебя так отреагировал. Будет сюжетный. Да, да, и Бог, когда творил, создавал этот мир, он создал для человека вот эти все границы, он был такой, как программист, и его было намерение, чтобы он, человек, этими границами, в этих границах действовал, ими пользовался, и, значит, но делать он должен то, что ему приказал Бог. То есть тут в этой игре очень интересная такая вещь, что есть задание. Как мы играли, если в пенершных кадерях была, зорница. Да. И ты, есть задание, ты должен там бежать, что-то искать. Флаг забрать. Флаг забрать там, или еще что-то. То есть ты не можешь, походу, там, ну, можешь, в принципе... Да, разесть, перекрыть, напрямую. Ну, как бы задание в игре достать флаг. И Бог, он установил человека и дал ему задание в этой игре, делать то, что Бог ему приказал. И должен быть человек в этом случае, он должен иметь тело и быть материальным. Так оно устроено. И в человеке, через вот эти действия, в нем как раз и создается, в нем внутри создается вот это совершенство. И он поднимается из своего состояния нижнего, точно как из приниженного состояния выше. Точно как в игре из уровней. То есть он набирается, набирается, и поднимается из уровня в уровень. Поднимается он, и так устроила высшая мудрость, что все вот эти вот правила этой игры, игры и все даже несовершенства человека, которые в нем есть, это было так задумано. И это было задумано специально для того, чтобы была возможность подниматься. Потому что если бы человек был совершенный сразу, то у него не было возможности расти, подниматься, радоваться, побеждать. То есть если бы он сразу был такой вот совершенный. И вообще цель этой игры, чтобы он перелепился к Богу, то есть чтобы он поднялся до самого вот Творца и наслаждался его добром, его удовольствием этим. И так сделал Бог вот эти вот границы, что когда мы их соблюдаем, мы поднимаемся, а когда не соблюдаем, мы наоборот опускаемся. То есть все очень понятно, четко и размеренно. Теперь, дальше. Если бы не было на человеке постановления вот этого, чтобы он умирал, то есть это было потом введено в игру, что человек должен умереть, тело должно умереть. До этого не было постановления. Если бы не было этого постановления, то тогда получается, что через вот эти действия душа могла бы настолько усилиться, что темнота тела, она бы полностью ослабла, и тогда получилось бы, чтобы он выиграл, ну уже при жизни. И они бы прилепились к Богу. Но потому что было постановление, это установлено, не может быть это сделано за один раз, а только должно быть, душа усиливается, 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 тело может очиститься только до определенной степени, тело может очиститься только до определенной степени. И после этого получилось, что при жизни человек, он приобрел это совершенство, но потенциально. То есть вот это все изменения в душе, они произошли, там все записано, как флешка такая, но потенциально. Интересно, что в приват банке записывают ключи, если кто-то пользуется приват 24, там есть ключ, но на майке ключа не видно, то есть он записан, он есть на флешке, но когда ты в мак ее вставляешь, его нет. В PC вставляешь есть, в мак нет. Но на самом-то деле она там есть, просто мак не позволяет его увидеть, этот ключ. То же самое душа, она полностью там уже вся усовершенствована, но при жизни это совершенство не может реализоваться. И здесь вот эти вот все великие мудрецы, которые были, они доходя до определенной ступени, там вот например Аризаль, Аризаль умер, ему было там 39 лет, это был такой, ну один из основных столпов Кабалы. Вот сейчас то, что все ездят на день рождения, Рошашина в Умань, да, Рабин Ахман, умер 39 лет, 39 лет, причем мало этого, эти все люди за счет своего такого слишком высокого сияния внутри, да, материальная база не складывается. Они рушили все вокруг, то есть у них там умирали дети, у них, ну вокруг, ну то есть у Рабина Ахмана там умерли все сыновья, у Рамхаля умерли все сыновья, ну не дай бог. То есть они, это как, когда создавали вот атомные бомбы, водородные бомбы, ученые, во время этих опытов, многие умирали. Там, например, есть, ну известно два ученых, когда в Америке создавали эту атомную бомбу, один уронил отвертку на кусок там какого-то урана, который уже, ну, он уже был в каком-то состоянии, когда он уже вырабатывал радиацию. И он уронил, там пошли лучи, он умер там за две недели. То есть когда, ну это бомбы вот эти вот, атомные, то есть получается, что когда человек поднимается на такие высочайшие духовные уровни, то это становится для него же опасно. Это как мегавысокие скорости. И поэтому те люди, которые идут по пути такому классическому религиозному пути, там есть очень много установлено предохранителей, что может заниматься там кабалой только тот, кто и идет перечисление, перечисление, перечисление условий, при которых у него установлены внутри предохранителя, чтобы он не сгорел. Или наоборот бывает, что человек начинает сразу улазить в эти все дебри. Я был сейчас на, ну вот в пятницу, съемки там интер-канал, передача про житя. Передача про житя разбирается тема, значит, самоубийства. Боем обещан. Самоубийство. Это было... Боем обещан. Боем обещан. Боем обещан. В воскресенье, да. Тема самоубийства. Значит, в начале самоубийства семья. Поженились парень с девушкой и повесились. Значит, чего они повесились? Вместе? Оба. Оба повесились, да. Пошли в магазин, скупились, поели и повесились. И повесились. Девочка еврейка, оказывается, что ее бабушка еврейка. И начинает это... Да, ну, то есть, я вот был экспертом на этой передаче. И... Среди этого там было... Значит, они не нашли себе в этом мире места. То есть, я ушел в... Ну, как бы, я ушел в середину, потому что надо было... Это была Эра Ворожа Шина. Но был там еще момент, когда они показывали другие самоубийства, показали двух парней. Два брата. Два брата по фамилии Суботины. Ну, тоже такая фамилия. Связана каким-то образом. Субота там. Ну, явно как-то, но связано с какими-то... Миродушениями. Да. Значит, они изучали разные духовные и духовные системы. Потом в ВКонтакте написали, значит, друзья, всем пока. Поднялись на 25-й этаж строящегося здания и прыгнули вниз вдвоем. Да, мы уходим в другой мир. Уходим, написали в другой мир. То есть, когда нету четкой системы духовного роста, то куда оно приведет человека в его поиски, размышления, уходы во всякие такие дебри, там, мания, кастанеда. То есть, это все действительно дебри, которые могут свести с ума совершенно спокойно и лишить жизни. То есть, этот мир, вот этот духовный мир, он не просто реальный, он еще и опасный, если ты туда идешь не по классической схеме, когда ты стоишь на земле, когда ты женат, когда у тебя есть там дети, когда ты... Ну, и так далее, и так далее. То есть, человек должен... раз Бог сделал человека на земле, то человек должен стоять ногами на земле, но при этом идти по духовному росту, но очень последовательно, четко. Но опять же, есть спортсмены, которые готовы ради того, чтобы быть чемпионом, пожертвовать своей жизнью, и они жертвуют своей жизнью такие мегапрофессионалы. Износ они хуже, а? Износ нереальный. Если вы помните, было в 88-м году, это Гриффи Джонер, я про нее рассказывал. Допустим, в Сеуле она рекордсменка мира в беде на 100 метров. В 40 лет она умерла, то есть, ее уже нет. То же самое, люди, которые уходят полностью в духовность при жизни, то есть, они отрываются от земли, они тоже умирают. То есть, они при жизни... Как объехал Медзака из 120 лет? Те, которые стоят твердо на земле ногами, для этого нужна жена. Поэтому Тора говорит, что, чтобы стоять твердо на земле, должна быть жена, которая тебя далеко не отпустит. Будет все время... С парой. С кем? Женились и поем. А нет, молодые браки мечтать. Люблю, когда не война. Приятно. Хорошо. Значит, идем дальше. Идем дальше. Еще один кусочек давайте прочтем. Теперь, значит, и вот эти вот порядок и границы, которые Бог установил в этом мире, они называются митцвод заповеди. То есть, его приказы Бога, как поступать и как не поступать. Есть митцвод повелевающий, где Бог сказал, что надо делать, как надо поступать. Есть запреты, где Он сказал, так поступать не надо. То есть, вот это программное обеспечение мира. Теперь, все они и повелевающие, и запрещающие, они как раз, все они специально сделаны и созданы для того, чтобы человек приобретал с помощью этих действий, приобретал вот этот вот шлемут совершенства и поднимался на, от ступени к ступени. и убирал из своей жизни темноту и все недостатки. Значит, и через делание, именно делание этих митцвод, или, если Он не делает эти вот запреты, то тогда через них вот эти вот как раз те действия, которые запрограммированы в структуре мира, в структуре реальности, которые позволяют приобретать вот эту вот духовность, шлифовать свою душу и подниматься на следующие ступени. Сейчас. И когда мы эти митцвод воспринимаем заповеди, то мы их воспринимаем уже сквозь призму своего восприятия мира. То есть мы можем их сравнивать, ну, например, там, правильно они, неправильно, но исходная точка, с которой мы исходим, она сама является неправильной. То есть то, что Он пишет, что вот эти как раз митцвод заповеди, которые Бог установил при сотворении мира и объяснил, это да, это нет, это как раз является истиной тем метрономом и тем, ну, как бы, эталоном, который, который является истинным. теперь и... значит, и, ну, если в общем обобщить то, что написано дальше, то он сказал так, что Бог, когда это все создал, Он все это сообщил, и Он все это объяснил, и вся система сходится, и это удобно, хорошо и для добра. То есть в итоге, если посмотреть на... То есть если мы рассматриваем сейчас каждую заповедь отдельно, то мы ее рассматриваем, вот, как теория относительности Эйнштейна, мы ее рассматриваем относительно той системы координат, которая вложена к нам в голову. Но та система координат, которая вложена к нам в голову, ну, каждый свою систему воспринимает как правильную, но на самом-то деле она откуда взялась? Ее кто-то вложил, а ему кто вложил, ему кто-то вложил, а ему кто вложил, ему кто-то вложил, а тому кто вложил, а тот, может, был сумасшедший. Вполне. Карл Маркс, например, полный псих, да, то есть уже его идеи доказали свою несостоятельность. Ну и так далее, и так далее. То есть мы сейчас, когда у меня племянница, вот сейчас была нарушена здесь, она учится в Израиле на психолога. И она говорит, вот наши профессора, там психологи, так она ими восхищается. И тут же она рассказывает, что в Голландии, в университете, был один известный профессор-психолог, который сейчас его разоблачили, он поделал свои эксперименты. И он поделал эксперименты, он там стал мега известным, сейчас его, ну, разоблачили, отдали под суд. Так я говорю, смотри. В Голландии условия там чуть другие, чем в Израиле, поэтому там... Ну, может быть, говорю, те психологи, которые тебя обучают, может, они тоже поделали. Только выяснится это потом. То есть мы воспринимаем в любом случае реальность, исходя из своей предыдущей заложенной реальности в нас. Но та реальность, которая в нас заложена, она не факт, что работает хорошо. Плюс... О, и дальше давайте совет. Я его когда-то еще первый раз научил эту книгу, я его обвел кружочком, значит, он важный. То есть это как бы, потому что одно другое, я ничего не обойдем. И... Это когда, наверное? Ну, значит, написано так, что корень, вот если хочет человек знать корень всех, всех вот этих вот действий, да, то есть действие самое главное. Вот я, например, не могу... Там у меня сын может играть в какую-то игру и там доходить до 30-го уровня. А я подхожу, ну, играю, не могу, я суть не знаю. То есть он поймал, дойдя там до 30-го или до какого-то уровня, в какой-то момент он поймал главную вещь, которая является основной... Вот в этом, да. И вот здесь как раз он пишет, что и вот он говорит корень всего служения, корень всего этого, всей этой работы по приобретению совершенства. Поэтому я обвел, наверное, да, что это основа. Он говорит, корнем является то, чтобы человек повернут был всегда к Богу. То есть, чтобы человек осознавал и понимал, что он сотворен для того, чтобы прилепиться к Богу. И он в этот мир-то поставлен только для этого, чтобы он как раз этим и занимался. Нету другой цели у мира, тогда вообще непонятно, зачем все это. То есть, чтобы он понял, что он здесь в этом мире для того, чтобы прилепиться к Богу. Это является единственной целью создания и сотворения этого мира. И поэтому он должен ковешет ицро, то есть, он должен свое тело, свою натуру, ну, животную свою натуру, легко ее побеждать, над ней властвовать. И себя подчинить вот этой цели, служению Всевышнему. и может он это сделать только через силу своего разума. И это является обратным действием от материальных вожделений и направлений. И он должен управлять всеми своими действиями для того, чтобы достигнуть этой цели и от нее не отворачиваться. То есть, если об этом помнить, если об этом помнить, ну, чем мы занимаемся целый день? там, каждый чем-то. Но вот и ты одно, другое, третье. У тебя есть какие-то там промежуточные цели, которые цепляются за цели, там, ну, более какие-то глобальные, через год. А еще через год. Ну, там, институт закончил. Ну, кто в институте? А с деньгами что? Ну, там, компания будет лучше работать. На сколько лучше? На 20% лучше. Ну, хорошо. А дальше что? Ну, потом еще на 30% лучше. А дальше что? Ну, на 50% еще. А, и куда? То есть, как бы, но все действия управляются именно вот этими, хорошо еще если такими вот далекими целями. А обычно действия это управляются целями какими-то вот такими. И ты в этих целях все время мечешься, мечешься, мечешься. Тут оттуда, сюда позвали. Это важно. Это. Тут заболело. То есть, и все время в этой суете и так проходит день за днем, день за днем, год за годом и так проходит жизнь. А если человек, он понимает, в какую он игру играет, у него есть постоянно внутри вот этот вот такая как маяк, да, то есть Бог. Я, значит, все время иду к Богу. То есть, я могу идти там, я могу при этом на 20% поднять и на 30%, хотя я знаю человека, который... я знаю конкретно человека, который, ну там, он идет к миллиарду, причем он идет к миллиарду, ну он уже близок к миллиарду долларов. Начинал он с минус 60 тысяч. Он, интересно, программист. Программист и занимается программой, созданием сайта. Но у него интересно, то есть, он когда поймал всю эту фишку, он там, на мой вопрос, вот что главное, связь с Богом. То есть, он все время на контакте с Богом. Сейчас было недавно, вот я от него получил СМС, он пропал на 3 недели. Он занимается серьезным финансовым бизнесом таким, ну то есть, огромными ворочая деньгами. На 3 недели он пропал. Нету, нету. А он, ну он такой вот, знаешь, на вопрос человека, как ты, что самое главное у тебя в твоем бизнесе, он говорит, на первом месте отношения с Богом и вот меня Бог ведет. Ну, уже понятно, что необычный. И он пропал. И потом, бах, от него звонок, ну я был на тренде, шлю СМС, а где-то куда-то пропал. И он пишет, я, говорит, почувствовал, что я, ну, как бы чуть-чуть замутнился и там ушел как раз в очищение, в процессы духовного очищения. А сейчас вернулся, и пишет, шлю всем позитива и любовь. Да. Можно вопрос? Да. Мне интересно, то, что вы сказали, когда получается, что нету никакой свободы духа, нету человеческой внутренней независимости. То есть, получается, как у Пушкина, но я другому отдана, и буду веком не верна. То есть, что нету свободы внутренней, есть просто вот твоя обязанность вот идти туда, и ты, вот, коровы тебя растят, чтобы потом с тебя снять шкуру, там, сделайте с тебя менеджер, Спасибо. Что значит, я хочу, я буду делать то, что я хочу. Это значит, что я в день вижу 25 тысяч рекламных сообщений, и какие-то меня поймали. Второе, у меня есть тестостерон, которого поймала какая-то девушка, которая, эта девушка, она как раз тоже специально прочитала, есть специальный шкаф литературы, как поймать. И она обученная, специально обученная специалистами, как Андрей Тарк, как ловить таких парней, как вы, ну, или как мы, или как парни, как парни, как парни, не женаты. Свобода, это значит, свобода, это значит, выскочить из всего вот этого вот рабства, рабства вот этих вожделений, рабства, когда тебя, ну, ведут все вот эти внешние штуки, и почувствовать свою душу, которая является частью Бога, и идти по вот этому вот, ну, по этому пути, который я себе выбираю. В любом случае, это мой выбор, или идти по пути, или не идти. Но если не идти, значит, то мы уже выбрали. То есть, у нас, даже в Ивановичке доручка у него будут две дороги. И у нас есть две дороги. Почему одна? Можно выбирать, можно идти по ней, или не идти. Бог уже специально так сделал, что только самые, я считаю, самые, то есть, для того, чтобы даже этот урок слушать, нужно уже было сделать цепочку выборов в сторону духовности. и только человек, который делает выборы, 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 выборы в сторону духовности, он там услышал этот урок. Дальше у него опять вот такая же развилка. Идти на следующий уровень в сторону духовности, что-то там, себя ограничивать, какие-то заповеди, еще что-то. Или у него есть выбор не идти в сторону духовности. Но рабством является, с точки зрения Торы, не идти в сторону духовности. То есть, если я отказываюсь, то я попадаю в рабство. Рекламы материального мира, ну, своих вожделений и так далее. Или же я выбираю свободу. А атеист может быть духовным человеком? Нет. Я считаю, что атеист, он может быть верующим человеком. То есть, он выбрал ту веру, в которой у него нет души. Поэтому по атеизму, ну, как бы... атеиста души нет. Но атеист в это верите? Если он настоящий атеист... Атеизм имеет небольшое отношение к этому душу, наличие или неналичие. Ну, если мы идем... Божественное начало, атеист, а с вашей точки зрения. А с атеиста точки зрения, что такое? С атеиста точки зрения, он может быть духовным человеком, точно таким же милосердным, благородным, просто он не верит в Бога. Смотрите еще раз. Атеист это некий набор, ну, представление о мире. Это единственное отличие. Он просто не верит в Бога. Все равно то же самое. Но есть разные атеисты. Атеиста, атеиста, но если он настоящий атеист, он должен не верить в душу и в Бога, потому что душа это часть Бога. Если он... Знаете, есть вегетарианцы разных степеней. Есть вегетарианцы, которые не едят ни рыбу, ни мяса, ни яйца. Есть, которые едят рыб, да. Есть сырое, да. Есть вегетарианцы, вот я долгое время был таким вегетарианцем. Называются они вегетарианцы по убеждениям. То есть я был по убеждениям вегетарианец, но мясо ел. Это такая самая... Есть очень много людей религиозных в такой же мире, да. То есть не в Бога верят, Они едят животных, они их обнидают. Да. Хорошо, давайте... То есть, свобода является выбрать Бога. Ну, я так считаю. Что? А, уже можно кофе пить? Ой, спасибо огромное. Вот у нас закончился сейчас пост. Вообще, это... Это шикарно. Это такое счастье. Спасибо огромное. После поста... Нет, нет, это просто по доброте. Мне дали, потому что я сегодня не ел, не пил. Вы тоже? Сдержали пост? Нет. Видите? Написано... Сдержали, но только же поели. Теперь вот, кстати, есть очень интересная вещь. 2000 лет назад записанная одна из вещей в Устной Торе говорится так, что тот, кто мекабеля лапольтора, тот, кто принимает на себя ярму тора, с того Бог снимает заботу о пропитании и время властей. Человек, он по-любому находится в этом мире под влиянием каких-то обязательств, обязанностей и так далее. Он не может быть. Он обязан государству, он обязан жене, он обязан... Коммунальным службам. Да. Это лунган. Вот. Но если человек берет на себя одно ярмо тора, он говорит, я обязан Бог, все, я беру на себя вот это вот обязательство, это ярмо. Он снимается с него? Бог снимает с него. Написано забота о пропитании и время властей. И мы видим, что она реализовывается. То есть, те люди, которые учат тору, они... Они... То есть, они живут вот как когда в пустыне ходили, был ман. Так идет ман. И они вообще не переживают. Настоящий верующий человек, он вообще не переживает. Вот он реально, чем хорошо быть верующим, ну, кто верит в Бога по-настоящему, он говорит, послушайте, я служу тому, кто сотворил мир и управляет. Чего мне волноваться? Вот реально, чего мне волноваться? Я знаю, что тот, кто мир создал, он всегда обо мне позаботится. Все. А тот, кто человек неверующий, и он на кого надо надеяться? На себя. На себя. И он все время в таком, знаете, страхе, что будет со мной завтра, что будет со мной после, а через месяц, а вдруг я заболею, а вдруг кто, а вдруг это. А верующий, он надеется на Бога, и все, и спокойно. Руха отцов, адейно, и райны, мерок, и рам, шаколь, не я бедора. О, вообще. Хорошо, давайте идем дальше. Идем дальше. Значит, Дераха Шем мы закончили. Главное, чувствовать Бога перед собой, понимать, видеть главную цель. Теперь, пертея вод. Пертея вод, мы дошли до Мишны, предыдущая была Мишна, сказал Рабан Гамлель, что «Асел и Хараб, сделай себе Рава», то есть человека, у которого ты будешь учиться, «Весталек Минас Афек», и уйди от сомнения. То есть, для человека, который не живет в системе Торы, для него постоянно, он должен решать, как правильно поступить. Его решение, оно зависит, вот так посмотреть, вроде так правильно, вот так посмотреть, вроде так, да. То есть, как ты посмотришь, масса параметров, и ты не понимаешь, все время ты должен выдумывать, и все время сомнения остается. То есть, это можно проверить. Ну, то есть, теперь, человек Торы, «Асел и Хараб, сделай себе Рава», приходишь к Раву, Рав говорит, «Какой у тебя вопрос там?» Ты говоришь свой вопрос. Он говорит, «Ну смотри, этот вопрос обсуждается там, открывает книгу, и там тысячу лет назад этот вопрос обсуждался уже в раввинском суде, и дает вот такое вот исследование всех тонкостей и нюансов этого вопроса, да, прецеденты и так далее, как тут проявляются все законы Торы. И говорит, Тора тебе говорит в этой ситуации поступать вот так. И он берет ответственность за то, что это лучшее по какой системе координат, по системе координат Бога. То есть, если ты живешь в этой системе координат, то ты в любом случае выиграешь. И он сказал, «Оселых араб, ваисталек мина сафек, валь тарбель асер амдот». То есть, «Не умножай, а отделять маасер на глаз». Но здесь имеется в виду сам подход к жизни. То есть, подход к жизни бывает такой, что, ну, обратной стороной, когда я во всем полагаюсь на Бога, является некая небрежность во всем. То есть, чего мне тогда париться насчет времени? Ну, опоздаю я. Ну, так это же, слушай, это же Бог управляет миром. Наверное, так лучше. Правильно? Значит, я обещал там деньги отдать. Ну, как, по Торе надо отдать вовремя. Правильно? Но, возможно, Бог сейчас создает какую-то новую ситуацию. Нет, кстати, вот такие вопросы, там, денежные и так далее. Если человек советуется с РАМом, то РАМ регламентирует все. Но для небрежности всегда есть место. И поэтому сказал Рабан Гамлель, что не аль-тар-б для асэ-рам-дот не умножай, отделяй десятую часть на глаз, а именно веди точно свои финансовые дела, свои вообще жизненные дела. Но не написано, что это как закон, а написано не умножай небрежность. То есть, все-таки небрежность, она, ну, где-то допускается. Это как раз вот это вот вечное соревнование между творчеством, правым полушарием и левым полушарием. То есть, есть люди-педанты. И педантам живется очень тяжело. То есть, вроде бы у них все должно быть наоборот легко, а у них все точно. А они мучаются больше всех. Почему? Потому что вокруг... Точно не получается. Точно не получается. Вокруг не педанты. не педанты. Да, да. Обязательные... то есть, люди, они страдают от необязательных, которые... Ну, то есть... А можно вопрос? Да, да. Вот когда ты пришел, тебе рассказали, что делать. Ты должен понимать, почему так? Или ты просто делаешь? В иудаизме обязательно должен понимать, и... то есть, Раф тебе рассказывает, откуда это берется, причем... То есть, эти все прецеденты ты должен понимать глубоко, а не просто исполнить то, что тебе сказали. Это же изучение Талмуда. То есть, он тебе рассказывает целую, там, написано в Гамаре здесь так-то, здесь так-то. Между ними противоречия. Тут вступает действие такой закон. То есть, идет полное такое вот объяснение. Причем, вот, например, Раф Зильбер, за цель, у него была... Ну, он из СМИ Равинов, Равинов, еще там, от царя Давида. И у них было в семье такое предание, что вот человек приходит вопрос задать, значит, вот, я задаю Раф Зильберу вопрос. Раф Зильбер, как правильно поступить? Так-так-так или так? Он говорит, сейчас мы узнаем. Он звонит одному Равину и рассказывает ему свое мнение, как он видит эту ситуацию, чтобы узнать его мнение. То есть, нужно спросить еще у двух авторитетных в Торе людей, чтобы увидеть ситуацию с разных сторон, и только после этого, узнав мнение, ну, авторитетных в Торе людей, на что они ссылаются и как они это, он после этого выносил решение какое-то. Причем он выносил решение, тоже это был его способ, что он говорил тебе, лучше было бы поступить вот так, оставляя тебе место для того, чтобы ты сам мог, ну, чтобы, если ты все, ну, он тебе объяснял. не как аксиому, а как прям. И у тебя получалось, что даже если ты нарушаешь, ты не идешь против, ну, осознанно против Тора, против, то есть, это был такой очень, ну, мягкий, тонкий, да, подход. Хорошо, значит, теперь, следующая Мишна, Шиман, Мишна начинается так, Шиман, но Омэ, Шиман, сын Рабан Гамлиэля, говорил, Коли Амай, гадальти бена Хагамин, все дни своей жизни я рос между мудрецов, Вэлло Мацателя Гуфтов, Миштика, не нашел он ничего лучше для тела своего, чем молчание. Вэлло Амидраш Уайкар, не изучение этой основы, а действие. Эля Маасе, Вэколь Амарбэбет Варим, каждый, кто умножает в словах, Мевихет, приводит к греху. Вот именно, приводит даже грех. То есть, это очень, ну, чуть истории, значит, в следующем Мишне, он называется уже Раби Шиман Бен Гамлиэль. То есть, эту Мишну он сказал, когда был еще молодым, Рабан Гамлиэль был на си, глава еврейского народа, о Раби Шиман Бен Гамлиэль, он был его сын, который рос между мудрецов. И тут, конечно, вообще понятно и очевидно, что если ты находишься среди мудрецов, то лучше молчания, ничего нет. То есть, ты молчишь, слушаешь, впитываешь, ну и так далее. Это мы еще, до этого была первая Мишна, что сделать свой дом домом собрания мудрецов и пылись прахи их ног и жадностью пей их слова. То есть, это, когда у тебя есть возможность впитывать мудрость, то, ну, нет ничего лучше, чем ее впитывать. Но тут есть еще несколько аспектов вот в этом молчании, да, там есть известная фраза молчание золота, а слово серебро, это фраза из Талмуда. То есть, в Талмуде есть эта фраза, что молчание ценится дороже, но тут, опять же, нужно во всем знать меру. И Раф Зильбер, Зацаль, он говорил такую вещь, он говорит, как-то он был в тюрьме 3 года, и он там, ну, в тюрьме он себе наладил такую жизнедеятельность, чтобы он работал, носил воду для всего лагеря. И он носил воду всю неделю, а в пятницу он носил, носил до начала субботы воду, а потом кого-то платил, давал кому-то деньги, чтобы кто-то носил вместо него. И, значит, он был водоносом, и тут однажды, он говорит, какой-то там уголовник, он, значит, выливал, повалевал его тазы, ну, не тазы эти, ну, с водой эти, резервуары, да, большие. И он говорит, я ему говорю, вот зачем ты это сделал? И он говорит, как я потом жалел, что я ему сказал это, зачем? То есть, ну, понятно, что он сделал, чего я его спрашиваю, зачем? Даже одна простая, вот это вот была, ну, как бы, фраза воздушителя. Да, зачем? То есть, иногда даже одна фраза может человека, ну, убить и сделать ему очень плохо. Там есть анекдот на эту тему, как один мужик сидел, плакал, сидит, плачет, его спрашивает кто-то, говорит, что ты плачешь? Он говорит, да, шел, говорит, приставили ко мне хулигана и побили, говорит, ну, попросили закурить, побили, забрали деньги, говорит, и уходили уже, говорит, вот они уходили, а я смотрю, лом на земле лежит. Идите сюда. Они подходят, я залом, а он к земле примерз. Зачем я их позвал? Зачем я их позвал? Это такой жизненный анекдот. Теперь, те, кто женаты, знают, что в разговорах с женой, ну, иногда лишнее слово может, да, может обернуться часом, потом след. Чтобы выиграть призной, лучше всего претвориться мертвым. да. Теперь, Маша, почему ты его раньше не разговаривала? Есть, известная, известная история из еврейской мудрости, когда, значит, туда же приводится фамилия, с кем это было, сейчас и найдем. Не, хочешь, чтобы ты споришь с женой, она сплачься первая. Да, значит, рассказывается история, что был такой раби Яхиэль, Михаль, Мизлочев. Злочев, это один из, ну, он был такой, один из хасидских цадиков. И он, значит, он был ученик Мадида из Межирича, который был учеником Бальшинтова, основателя хасидизма. И он был такой, большой цадик, и у него, в наследство, он получил тфелин. Тфелин это, ну, мы знаем западе тфелин, получил очень дорогие тфелин от своего отца. Вере, действительно, есть интересно, вот, насчет тфелин, у меня мой учитель, у кого учился, и учусь до сих пор, Раф Ханок Лернер, он делает тфелин. И делать тфелин, это целая такая, особая, ну, особый процесс, там, если делать все со всеми каванок, там, только руками, и так далее, чтобы сделать один тфелин, это больше года. И был один, самый дорогий сейчас тфелин, они стоят где-то около 50 тысяч долларов за пару тфелин. Их делал человек, который, пара-то не сладит сюда, да? Да, да, который жил в Иерусалиме, ну, он жил там около 100 лет назад. И он делал тфелины, которые он, там, на каждую пару, которую он делал, он отбраковывал, там, 50 пар, то есть он, ну, и вот, те, которые он делал, не сохранились, но те, которые он отбраковывал, стоят сейчас по 50 тысяч долларов. Потому что он был именно такой, настолько и рад, ну, трепет перед небесами, то есть он делал, там, ну, вообще, что-то невероятное. И вот ему попали в наследство, этому рабе, Ехеле Михаиле Мизлочеву, попали такие тфелин. И были богатые хасиды, которые ему говорили, что продайте тфелин, но он не продавал. Он жил очень бедно, у них не было денег, и он не продавал. Жена ему говорит, продай, продай же эти тфелин. Он говорит, нет. И он их не продавал, не продавал, и тут близится праздник Суккот. А в праздник Суккот есть еще одна заповедь, которая, она относится к заповедям, которые называются Хутим. Есть заповеди Мишпатим, законы, которые можно понять логикой. Да, там, не воруют. Понятно, что, ну, мир бы не мог существовать, или неудобно существовать, когда воруют. Там, понятно, более-менее заповеди, там, не изменяй. Тоже понятно, потому что, откуда дети, отношения, там, семья, ну, и так далее. Но заповедь, некоторые заповеди, которые называются Хок, Хок это постановление царя, они непонятны. И заповеди, связанные с Суккот, понятно, то есть, например, Сука, живите в сути, понятно. Живешь, семь дней, понимаешь, что бренность жизни, бренность жизни, да, бренность своих жилищ, там, ну, можно понять, но зачем? Нужно в первый день праздника Суккот брать в руки четыре растения, одно из которых этрок, это такой, ну, определенный сорт цитрусовый. Дальше есть пальма, пальмовая ветвь, такая длинная. Туда же вкладываются веточки ивы, и туда же вкладываются веточки растения Мирта. Их надо эти четыре растения определенным связать вместе, к ним приложить этот этрок, и там ими трусить. И это заповедь истории, да, Натилат Лулав, это Хок. И очень интересно наблюдать, когда люди, которые, ну, свою жизнь посвятили увеличению мудрости, да, изучают целый день Талму, такие, и вот перед Суккотом, значит, рынок этих этроков, и все выбирают. Лимон должен быть, вот этот цитрусовый этрок, он должен быть без единого черного пятнышка. И вот все с лупами рассматривают эти этроки, значит, чтобы там не было, потому что если есть черное пятнышко, уже он не кошерный. даже доказательной базы нет этому никакой. Есть, ну, как, это, это Моше получил Тору на горе Синае, так, так, Бог, но это понять сложно. Этот вот пальмовый овет, средний лист, он должен быть не расщеплен вверху, тоже там, с лупой, с этим самым. Там есть, растения должны быть идеальными. И, в общем, приближался праздник Суккота. Надо понимать, что он жил в городе Злочев. Суккот, вот в этом году он выпадает, например, на конец сентября, а иногда он, бывает, выпадает на середину октября. И откуда в городе Злочев 150 лет назад или там 200 лет назад, когда был Бальшемтов, откуда там были эти растения? А это заповедь истории. Но были купцы, которые приезжали, развозили, покупали на одну деревню или на одну синагогу, все скидывались, покупали этот один набор и им делали эту все заповедь. Ну, таким образом заповедь выполнялась во всех местах. Но в этой ситуации, значит, приехал этот купец и он заломил за свой трог, видит город верующие люди, очень соблюдающие, для них Бог очень важен. Значит, цену можно поднять. И он, значит, очень резко поднял цену на этот и трог, и вот этот раби-ехель был вынужден продать твелин для того, чтобы купить и трог. Продал он твелин, чтобы купить и трог, а надо понимать, что и трог ты им попользовался и все. Его не сохранишь до следующего праздника. Оно все высохнет. Ну, я вижу, как вот женщины кивают головами, понимающие. Когда жена узнала? Кажется, на дадо варли и что? Написано, когда эта вещь стала известна жене. Она очень на него разгневалась. И сказала она, домашние домочадцы, они голодные, хлеба не хватает в доме, а ты твелин, и ты твелин не продавал, когда нужно было кушать. А сейчас ты его продал и купил и трог. Как ты мог вообще? Как ты мог? И она от гнева своего взяла на этот и трог от гнева и, значит, швырнула его. И он сломался. Там, если у него есть такая еще пимпочка сверху, если она ломается, то он не кошерный, он не работает. Может, еще до нового как они применили его? Да. Раби, Ехель, Михаль, написано, ни одного слова не вышло из-за ворта. Даже, говорит, ни одного признака гнева или раздражения он не показал, а только он сказал Богу. Сказал он Богу так. Рибаношель улам, господин мира, хозяин мира. Были у меня тверин, говорит, великолепные, и нету их. И трог купил я хороший, и нету меня. Спасибо, что вы делаете. И нету меня. Но, говорит, я это все принимаю твои постановления с любовью. То есть, значит, ты так вот, ты так постановил, а Бог, если мы посмотрим, как он выводил евреев из Египта, да, вот эти все казни, он любит играть. Он не просто, там вот, ну, тут, значит, ну, если вы помните, да, первая казнь, вода превращается в кровь, вторая из Нила лезут лягушки, третья земля превращается во вшей. То есть, Бог, он, но он не скучный. И мы, ну, да, никак не назовешь, что вот он вот такой, знаете, и он говорит, значит, я принимаю с любовью твои, твои все постановления, даже такое непонятное, но гневаться я не буду. Гневаться я не буду. И шалом абайт, то есть, мир в доме я не нарушу. То есть, пусть будет в доме мир. И, значит, ночью, в праздник Суккот, к нему пришел во сне его папа, праведник, и открыл ему, что, когда он сделал вот это вот, то, что он сделал с Итрогом, и не разгневался, что на небе он там вообще перевернули все небеса, такая была на небе радость. То есть, он же... Да, да, да. Да. И, и после этого у него открылись ему источники финансирования, написанное, и, значит, он очень разбогател. На скайтубе здесь не вернулся. Да. Он очень разбогател. То есть, прямо так написано, что отсюда и дальше открылись на него шеф-араб, ну, большое благословение, Бепарнаса, Тува, и он, в общем, это самое. Он разбогател. Что вот интересно. Теперь я говорил вначале, что я прочитал на этот рожа-жена, как три совета, чтобы молитва была услышана. Что они расскажут. Да. Вот я сказал, что я расскажу, как раз к этому месту они подходят. Первый совет был такой, что написано, «Амаавир аль-медотав, мавиримлю аль-коль-пашар». Тот, кто переступает через свои качества, ну, тот, кто умеет не раздневаться, не обидеться, не, там, не отомстить, ну, вот, в тех ситуациях, когда это не надо делать, а точно это не надо делать в семье, там, с близкими и так далее, то написано, тот, кто умеет переступить через свои медот, вот эти вот, да, естественные гневы, раздражения и так далее, ему прощают все его грехи. И мы видим, вот здесь был как раз явно этот случай, когда он сумел переступить через свои вот эти вот естественные, абсолютно естественные гневы и так далее, в этой ситуации, когда у человека возникает гнев, когда мир идет не так, как он хочет. И он гневается, он говорит, «Как так вообще? Я хочу, чтобы было вот так, а оно не так». И вот на этом столкновении реальности со своим желанием он гневается. А написано, что тот, кто в КС Болибот, тот, кто в сердце своем гневается, как будто бы служит идолом. Что имеется в виду? Ведь реальности-то Бог сделал. А он сейчас, он… На нее злится. Злится на нее. Он говорит, «Мое мнение о мире, оно важнее, чем твое. То есть я хочу, чтобы было вот так. А Бог-то уже сделал вот так. Ну, то есть уже это факт». И первый совет, это тот, кто умеет переступить через свои медот, через свои вот эти качества характера, то ему прощаются все грехи. Второе правило, это тот, кто молится для духовной цели. То есть человек просит 10 миллионов долларов для того, чтобы миллион долларов или два отдать на строительство Ишиев, для того, чтобы, когда у него будет 10 миллионов, он там на год уедет в Ишиеву, будет сам учиться, ну и так далее. То есть он даже свои материальные просьбы, материальные нужды, он просит сыновей, чтобы они были, служили Богу, он просит жену хорошую, чтобы было хорошее настроение для молитвы, ну и так далее. То есть он привязывает все просьбы, он привязывает как конечные цели служения Всевышнему. Тогда вероятность того, что Всевышний эти просьбы будет выполнять, она намного больше. И в принципе это правильнее. То есть его цель на самом деле это служение Всевышнему, духовная цель. И третья, это очень сложная, очень сложная третья вещь. Написано, что не слушать лошонара. Не слушать лошонара, не слушать злоязычия, когда ругают, ну про кого-то говорят гадости и так далее. Это не слушать. Это как одно работает. Это объясняет Хафетскаим. Написано, что та мера, которую человек меряет, меряет ему. Если человек не слушает про других плохое, то как будто бы на небе на него смотрят так же. Ну то есть на небе не слышат про него плохое. Только не слушает или не говорит? Ну не говорит оно само собой, но даже не слушать. Тем более не слушать. То есть не говорить вообще нельзя говорить. И это простая понятная вещь, потому что когда ты говоришь кому-то плохо на кого-то, то тот, кому ты это говоришь, когда ты отворачиваешься, он понимает, что ты сейчас начнешь говорить про него. И те люди, я много раз сталкивался, когда люди, они, ну там, вот тот плохой, этот плохой, тот плохой, этот плохой, потом с ними тот, кому они говорили, не хотел из-за этого общаться. А тот, кому говорили, что про него сказали плохое но естественно что он если сможет отомстить поэтому она говорит про других плохо нет смысла слушать про других не слушать это сложнее ну казалось что такое дело слушаю да но в общем надо стараться не слушай хорошо а если пропускать мимо ушей просто как бы ну ты слышишь ну это крайняя крайняя мера что не вновь не воспринимать не вообще внимания там есть приводится целый совет и как это сделать как уйти как вики лучше можно перевести тему просто я хочу спросить вот смотрите когда в той истории которую вы рассказали когда мала семьи не высказал ничего своей жене после этого там его отец его во сне и в результате он у нас продать если посмотреть достаточно вот просто на факты и получается он сделал что-то плохое и получил за это приз да и при этом как я вот сам понимаю и слышал что мы пытаемся наоборот идти от материального и мы говорим что мы материальные слушатели для призыва материальные слушатели по порой и не в материальные на самом деле ценности мы должны идти и тут для меня есть дилемма которая есть противоречие потому что с одной стороны его не наградили тем что ему придаст на голос или что он стал учить детей или что там я не знаю он начал там я не знаю там любить там ему бог послал сына ему просто дали денег откашляли вот нет но не так нет 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 подожди я говорю то что начинаю должен да поэтому я угроз вот ему сделали приз качество именно материальное в то время как мы говорим о том что мы уходим от материальных да вот смотрите значит да есть я попрошу комментарии да вот как раз это мишна перте вот она говорит что коль амарбе бы дворим мы вихе каждый кто умножает слова он приводит греху книги была написана только одна фраза что ему открылась благословение с небес шефа с небес и парноса тоже то есть ему открылись что такое парнос деньги или материальное благословение это ничуть не плохо если она служит для духовной цели то есть деньги это только энергия которая дается человеку или больше или меньше то есть если например человек есть такой очень энергичный и он духовный человек при этом он успевает он молится со всей силы он учится хорошо не засыпает его энергия она идет на духовной цели другой энергичный но тут одному подзатыльник дал тут этому по челюсти взял кирпич в машину бросил до него энергия она идет для злых целей то же самое деньги то есть он этот раввин он служил богу вначале в бедности и он сумел доказать что он принимает абсолютно все из бог нам дает как как тренажер так куда этот мир он тренажер и ты можешь в любой ситуации ты можешь подняться на духовную ступень с помощью денег можешь скатиться деньги ни в коем случае не является злом они являются энергией и иудаизм так этому относится шлома малых мудреж из людей он говорил что я тебя прошу говорить чтобы я не был бедным слишком бедным потому что это для меня очень большое испытание которое я боюсь не выдержать я также прошу чтобы я не был очень богатым поэтому тоже мне огромное испытание которое тоже боюсь не выдержать я прошу чтобы у меня был достаток чтобы у меня было достаточно ну денег для того чтобы я мог служить богу жить нормальной жизнью, чтобы не и то, и то является слишком мощным испытанием для человека. Семьцов зон, сколько вам нужно делать? Да. Или утверждение. Не, вопрос. А вот смотри, вот приходит ко мне человек, и там говорит, могу я этому человеку доверить в бизнес? Посмотри его, поговори. И я там, смотри, говорит, знаешь, не можешь. И это в вашу норайде? Не, это не в вашу норайде. Я извиняюсь, что я ем, потому что очень хочется. Да. В вашу норайде есть там такая сноска для туэли, для пользы другого. То есть, когда ты это делаешь для пользы другого, конкретная польза, это значит, можно делать. Нужно, даже ты обязан, если ты знаешь что-то плохое, ты обязан его предупредить об этом. Ну, потому что это идет для пользы. Но если ты приходишь и говоришь, вот он дурак такой вообще, ну вот просто дурак дурак. Да. А, ну это не о чем. Незачем было это говорить. То тогда, тогда и тогда. Если ты читаешь, то контактивно сообщаешь ему это, ну это нежелательно. А есть же еще ситуация, я читала, что если какие-то эмоции, которые, ну, ты... Да. Сейчас, отдай мне книжку там, с цифрами сводок, это немножко формирует. Допустим, вот там, и это может облегчить твое страдание в данный конкретный момент, то, что ты расскажешь, что какая-то ситуация произошла. Это тоже не считается вашим образом или нет. На кого-то пожаловаться. Да, но когда вот захлёстывают эмоции, это просто облегчает твое страдание, если ты кому-то там рассказываешь. Но это увеличит страдание того человека, про которого ты расскажешь. И ты, и тот, которому ты расскажешь, нарушит. Вот я приведу пример. Например, там, ну не дай бог, конечно, не с тобой, там, кого-то муж обидел. И она, значит, приходит, жал, вот муж, такой подлец, негодяй, там, всё. А он не обидел на самом деле. Ну, обычно же женам это кажется. Какая телесная жизнь. Это не мягко подтвердить. Да, да, да. И окажется, что... А тот человек пошёл и рассказал, что он негодяй и подлец, и там вообще... То есть он может воспринять это как чистую монету. В итоге, потом ты мужа простила. Ну, там, как обычно это бывает, да? Неприятная садекистация. А тот человек уже думает, он негодяй и подлец. А он такой, не слышал этого урока. И уходит, всем рассказывает, что он негодяй и подлец. И тебе приятно. То есть ты получилось, пожаловалась. Ну, да. А в какой-то момент ты смотришь, тебе кажется, что он так поступил. Ну, например. Он там с друзьями пошёл... Что такое? Ну, вот у меня ещё... Он ещё до сих пор у меня. Они разводятся. И она всем рассказывает, какой он негодяй и подлец. А люди вообще даже не знают. Да. А на самом деле... Анекдот я знаю по этому поводу хороший. Он для Ютуба. После этого сам. Не для Ютуба. Так, теперь, значит, ещё раз давайте Мишну это повторим. Значит, Мишна такая, что Шимон Бноумер, Шимон, сын Рабан Гамлеля, говорил. Коли Амай, говорит, гадальт бен Ахахамим, все дни я жил между мудрецов и не нашёл ничего лучше для тела, чем молчание. И не мидраж, не разговоры, это главное, а масса и действия. Вы, Коли Амарбе, бедворим и вихед. Каждый, кто много говорит, его где-то за слово можно будет зацепить. То есть, поэтому лучше говорить мало, обдумывая каждое слово, стараясь формулировать свои выражения так, чтобы не было возможности понять двояко и так далее. То есть, именно, может даже переспрашивать, как вы меня правильно поняли или нет, потому что коммуникация между людьми – огромное непонимание. Огромное и в семьях, в семьях огромное непонимание, когда начинается с пустого, ну, с одного слова начинается вот такой вот вообще, там, ну, дети, конфликты, когда непонятно, просто было непонимание, никто не хотел никого обидеть, но идет слово за слово. Права была моя мама. Вспоминания, известная фраза это, да, как говорила, вот твоя мама, ты точно как твоя мама. Но это же неправда, это же неправильно, нельзя быть точно как мама, правильно? А почему тестер называется, знаете ли? Нет, нет. Потому что он тестерил предыдущие версии твоей жены. Хорошая, Нина, да? Я слышу первый анекдот про тестер. Все про тёщу. Но все равно да. Хорошо, 15-я заповедь, 15-я заповедь. Значит, 14-я была заповедь, изучать Тору. Мы сейчас ее очень сильно изучаем и можем как раз попросить у Всевышнего, кстати, чтобы в этот год он дал нам хорошее, потому что мы собираемся и дальше изучать Тору, и в мире будет больше знания, света и так далее. То есть прямо и 10 миллионов долларов тебе же надо зачем как раз. Зачем? Ну, чтобы как минимум 5 отдать на Яшивы, но и сам поеду попчусь на Родик. Блин, это надо говорить, когда такие вещи... Обязательно. Без обязательств надо говорить, наоборот, без обязательств. Потому что... Дай Бог, Бог даст. Подумаю об этом. Потому что потом кто-то привет с Норечком вот скажет, помнись. Хорошо. Отлично. Значит, 15-я заповедь. Написано, что есть повелевающая заповедь, чтобы каждый из народа Израиля написал Сефер Тору. То есть нужно, чтобы вот этот свиток Тору был написан. Как сказано в книге Дворим, Титву лахэм эт ашеразу. Запишите эту песню себе. Записанную книжку. Значит, объяснение какое. Что нужно записать Тору, в которой есть песня. Там есть, ну, в Торе несколько песен, вот, это песня, которую... Которую пели в Нейс-Рейсе на Израиле, когда переходили через море и когда вышли из моря. Там есть песня такая специальная, которую они пели. Значит, но так как не пишут Тору отдельными кусками, значит, когда написано запиши эту песню, имеется в виду запиши, напиши Сефер Тору, весь свиток Торы. И это является повелевающей заповедью. Если человек может ее написать сам рукой, то вообще это идеально. Значит, если он сам ее записал, как будто бы он ее получил на горе Синае. Но написать свиток Торы, это очень сложно, потому что он пишется на пергаменте, то есть на шкурах чистых животных, специальные чернила, по специальным правилам. Там правила написания букв очень-очень, там целые тома написаны, какие шрифты, очень точные. Если хоть одна буква в Торе, она написана неправильно, то эта Тора некошерная, ее уже, ее нельзя использовать, ее хоронят, как вот, ее закапывают. И это очень интересно. Там есть целые законы, как быть, если во время чтения Тора обнаружили. Ведь, ну, иногда с годами стирается буква какая-то, это самое. Значит, поэтому тот, кто напишет своими руками... А, Софер, тот, кто пишет Тору, перед тем, как он пишет имена Всевышнего, он каждый раз окунается в мику, ритуальное такое омовение, и окунается в мику, это, ну, как освещение, скажем так. Потом он пишет только имена Всевышнего. Теперь, но если он не может написать сам, он не умеет писать, то он должен купить или нанять кого-то, кто ему напишет этот Сефер Тора. И, несмотря на то, что есть у него Сефер Тора личный свиток, который ему передал отец, например, но ему есть заповедь самому написать или поучаствовать в написании. Если он участвовал в написании хотя бы одной буквы в Торе, то тогда он как будто бы выполнил эту заповедь. И когда заканчивают свиток Торы, то можно присосидиться, и написав одну из букв, закончив ее, то есть вот когда в синагогу Бродского вносили Сефер Тору, писали, ну, там и так далее. То есть есть периодически, можно в Израиле, например, ну, если кто-то живет, там есть Талдоти Шурун организация, они часто в память о каких-то праведниках пишут вот такую книгу Торы. И можно купить там букву за пару долларов, два-три доллара, но у тебя появляется возможность, ты выполняешь заповедь. Можно слово, можно пасук, можно... Ну, или ты, или ты можешь нанять специального Сефера, который пишет вместо тебя. Не, ну я, например, сам заканчивал. Вот здесь, когда, ну, вносили Сефер Тора в Бродского, в Бродского, да, там была возможность прийти и самому там закончить. Ну, сидел Сефер, и ты там заканчивал какую-то букву, ну, то есть можно было самому дописать. Но можно было и заплатить, и чтобы кто-то вместо тебя. Значит, теперь дальше. Писал Рош Зихронолев Раха, это один из, тысячи лет назад он жил, один из комментаторов, что это написать свиток Торы, это было в те поколения, когда устную Тору нельзя было записывать, и когда Тора передавала столько вот этих свитки, и традиция передачи, устная традиция от учителя к ученику. А в наше поколение, он пишет, в наше время, когда пишут свиток Торы, а потом его кладут в синагоди, в Аронакойдыш, да, и читают по этому свитку только, только когда по субботам или по праздникам, когда собирается много народа, то для того, чтобы выполнить эту заповедь, каждый, кто, коль Ишми Исраэль, каждый человек из народа Израиля, у которого есть возможность, пусть купит хумаж, хумаж это, ну, пятикнижие, чтобы у него было дома пятикнижие, по которым он сможет учиться, мишна йод, это устная Тора, и талмуд, талмуд с объяснениями, для того, чтобы мог учиться он и его сыновья по этим книгам, то есть, чтобы дома были книги, по которым можно учиться, и выполняешь эту заповедь, когда у тебя есть эти книги, ты их покупаешь. Теперь, потому что, как по его мнению, но есть, то есть, это одно из мнений, то есть, он говорит, что так выполняешь эту заповедь, но по его мнению, что заповедь была дана для того, чтобы учить Тору, а не для того, чтобы просто написать. И, а так как мы учим сейчас Тору через талмуд, и мы знаем через талмуд именно смысл заповеди, смысл вообще всех этих вещей, то он пишет, что так правильно делать. Значит, дальше, тот, кто может сделать и то, и это прекрасно, то есть, и книжек купить себе домой, и записать какую-то букву в Торе, то он пишет счастлив и прекрасен его удел. И эта заповедь, она выполняется только мужчинами и не женщинами. Потому что заповедь дичит Тору на мужчинах, значит, и заповедь написать в святок Торы, и купить книги тоже на мужчинах. Вот такой вот у нас мужской шовинизм в Торе. Но можно сказать и наоборот, что наоборот женщинам легче, а можно сказать, что женщины выше, а можно сказать, еще миллион разных пирушин, как захочет женщина. Это как раз относится и ко всем разговорам, что как понять слова, это уже каждый сам человек понимает. И чем больше он добавляет своих слов, тем больше он вносит туда возможность ошибки, а грех это является ошибкой. То есть, если смотреть вот точно по сути, то и не добавлять слов, то тогда вероятность ошибки, она уменьшается. На этой оптимистической ноте мы сегодня заканчиваем занятие. Значит, если есть возможность купить себе домой книжки какие-то, то купите, чтобы стояла какая-то книга, чтобы по субботам читать. Ну, а лучше всего купить пяти книжек, ну, хорошие, я думаю, в Тиеве, есть на Бродского магазин, здесь есть какие-то, если кто-то едет в Израиль, и очень легко заказывать, высылают, есть сайт Taldo.ru, там есть, можно заказывать книги, они высылают любые книги на русском языке с комментариями, потому что есть прекрасный комментарий, например, на пяти книжах, Рав Шимшан Рафаэль Ирш. Есть сто раз с комментарием Рав Шимшан Рафаэль Ирша, он был Рав Франкфурта на Майне, где-то 150 лет назад. Он был вообще, ну, такой вот, именно очень гениальный человек, и его комментарий, он, ну, подходит такому вот, глобальному научному подходу, который сейчас принят среди, при этом это классический полностью, классический комментарий Тора. Он был, там, в 20 лет он уже был профессор, ну, за год он закончил университет, потому что те, кто были рабоним такого уровня в то время, их инструмент постижения реальности, то есть они с детства, там, с трех лет, они учили Тору, и они учили наизусть, например, годам в десяте они знали уже шесть разделов Мишны, и их голова была настолько раз, ну, как компьютер, который такой мегамощный процессор, прокачанная, что они, ну, то есть для них там университетская программа за год, это было... Да, ну, вообще. Кстати, интересно мне, насколько устный счет, устная вот эта вот развивает мозг, мне в этот... Нарошена была один парень, который он знает, учителя математики Коломойского, и он говорит, что Коломойский до сих пор он считает только в уме, и может умножать в уме четырехзначные цифры, то есть он все время тренирует мозг, развивает мозг через устный счет, но устный счет или повторение устное, ну, заучивание наизусть, оно очень сильно развивает мозг, и внимание, и, ну, усиливает вообще функции ума, как зал он усиливает тело, так же упражнения для ума усиливают мозг. Хорошо, Сайт называется taldot.ru